Ну немногие кишиневцы знают, что у премарии муниципального совета есть управление сельского хозяйства и продовольствия. Вот вам табличка. Это самый центр Кишинева, улица Вероника Микле, 11А. Вы видели, в каких условиях работают пять сотрудников этого управления? Ну, хуже не бывает. Это самые ужасные условия, в которых работают сотрудники премарии Кишинев. Меня зовут Спитар Тимофей. Я начальник управления сельского хозяйства и продовольствия муниципального совета. И я работаю с 1991 года в этом управлении. Ни капитальный, ни текущий ремонт и вообще никаких мероприятий не было, строительных имею в виду, не было здесь сделано. Потому что это здание давным-давно никто не интересуется и вообще. Премария уже несколько лет хочет реструктурировать это управление, потому что по большому счету, чем они занимаются, они собирают статистику по сельскому хозяйству муниципа Кишинева. Ну, ежеквартально, сколько земель было запахано, сколько новых телят, кур. Ежеквартально они дают эти данные в Министерстве сельского хозяйства. Еще они говорят, что они консультируют тех, которые хотят заниматься сельским хозяйством. Например, кто-то в Трушине хочет расти помидоры. И вот они дают эту консультацию. Мы думаем, фракция нашей партии, что в контексте скандала с просроченными продуктами в Кишиневе, вот суть этого управления, если бы оно работало, то есть найти тех производителей овощей, например, в муниципе Кишинева и сделать так, чтобы они поставляли эти свежие овощи в детские сады и школы. Ну, никто об этом не думал, никто об этом и этим заниматься не будет. С Дарином Киртуакой вообще нет смысла говорить о полномасштабной реформе примарии, потому что нет желания, нет политической воли все это реформировать. Но там, где можно что-то исправить, наша фракция будет настаивать, чтобы мы это исправляли. Очень тяжело работать, потому что дождь, как на улице капает, дождь и тут капает. Везде дождь, везде гниль, вот это появляется. Мы вот, фракция ждет этого проекта решения от примарии. Дальше мы поставим на повестке дня в муниципальном совете и будем решать, потому что вы сами убедились, что так дальше просто-просто нельзя. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова